Друзья, всем большой привет! Сегодня я вам расскажу про уникальный советский пулемет под пистолетный патрон. Зачем понадобилось такое необычное оружие и почему от него в итоге отказались? Давайте разбираться. Вообще можно встретить утверждение, что на самом деле данное оружие является пистолетом-пулеметом или тяжелым ПП, но его официальное название звучит так – легкий пулемет с ленточным питанием под патрон ТТ. Он был разработан в 42-43 годах инженер-капитаном Лютым, сержантом Афанасьевым и инженер-майором Дейкиным. Собственно, от первых букв фамилий конструкторов он и получил свое название – ЛАД. Зачем же понадобился такой пулемет? Давайте послушаем аргумент конструкторов. Цитирую. «Опыт Отечественной войны показал, что значительная часть решающих фаз боя происходит на коротких дистанциях, обычно не превышающих 300-400 метров. На этих дистанциях для нанесения урона живой силе противника вполне достаточно мощность пистолетного патрона при начальной скорости около 600 метров в секунду». Также конструкторы отмечали, что ППШ и ДП не обеспечивали должной плотности огня из-за магазинного питания и малого боекомплекта ввиду наличия мертвого веса в магазинах. Отмечалось и неудобство переноски самих магазинов. Таким образом, пистолеты-пулеметы с одной стороны не могли поддерживать постоянный плотный огонь из-за тонкого ствола и малоемкого магазина, а пулеметы с другой стороны были слишком тяжелыми и снижали маневренность бойца. Собственно, ЛАД получался компромиссом. Главной особенностью пулемета являлось совмещение принципа свободного отката затвора с дополнительным его ускорением газами, отведенными из канала ствола в газовую камеру под стволом с помощью толкателя, который действовал на переднюю часть затвора. Такое необычное сочетание обуславливалось необходимостью надежной подачи ленты с пистолетным патроном. Общая подвижная масса затвора составляет 650 грамм. Он состоит из двух соединяемых при сборке изделия частей, собственно, затвора весом 460 грамм и задней хвостовой части весом 190 грамм с направляющим стержнем возвратно-боевой пружины, служащей для увеличения веса общей подвижной массы затвора. Питание пулемета патронами осуществляется из металлической звеньевой ленты немецкого типа. Лента укладывается в коробку, присоединяемую к пулемету снизу ствольной коробки на специальном кронштейне. Такое решение позволяло вести огонь на ходу. Кроме присоединяемой коробки с лентой, пулемет LAT комплектовался двумя прямоугольными коробками для лент большей емкости, стрельба из которых осуществлялась без присоединения к оружию. Для переноски коробок с патронами конструкторы пулемета разработали вьюг с наплечными лямками. Основные ТТХ пулемета. Масса без коробки с патронами 5,6 килограмма, длина 970 миллиметров, темп стрельбы 600 выстрелов в минуту. Сам пулемет был спроектирован максимально простым и технологичным. Из листовой стали, причем основными операциями была штамповка, клепка и сварка. Он был весьма надежным. На 1750 выстрелов после лежания на дне болота, запыления цементной пылью и прочих издевательств было получено всего 5 задержек. Отстрел на кучность показал, что LAT по этому параметру превосходит ППС и на дистанции 100 и 300 метров практически равноценен пулемету ДП. Даже Дегтярев во время испытаний обратил пристальное внимание на пулемет и похвалил конструкторов. Но вы, наверное, спросите, раз пулемет настолько хорош, то почему от него отказались? Давайте прочитаем отрывок из заключения комиссии по результатам испытаний. Цитирую. «По боевым и эксплуатационным свойствам и по безотказности работы пулемет показал удовлетворительные результаты. Из-за маломощности существующего пистолетного патрона ТТ, благодаря которому снижаются боевые свойства пулемета, разрабатывать такой вид оружия, которое уступает по маневренным свойствам существующим пистолетам-пулеметам, в дальнейшем нецелесообразно. Пулемет сам по себе был хорош, но в Советском Союзе активно разрабатывался промежуточный патрон образца 43-го года, и будущее было именно за промежуточными патронами. В скором времени потребность в пистолетах-пулеметах постепенно отпадала. Соответственно, не вписывался в эту концепцию и пулемет ЛАД с пистолетными патронами. Однако наработки, сделанные конструкторами в пулемете ЛАД, не пропали даром. Многие из идей, реализованных в данном пулемете, перешли в дальнейшем в новые образцы оружия. Например, присоединяемая снизу пулемета коробка с лентой переродилась в конструкции ручного пулемета Дегтярева и единого пулемета Калашникова.